Весь набор социальных услуг для федеральных льготников стоит 1121 рубль. В него входит лекарственная часть, самая дорогая, снаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в электричках. Отказаться можно от всех трех позиций. Нужно лишь заполнить специальную форму в управлении пенсионного фонда. Так поступило большинство местных клиентов. Чаще всего люди меняют на деньги лекарства, объясняя это недоступностью препаратов, которые хотели бы получать. Испытывают сложности в получении бесплатного лекарства. Сложности в выписывании определенных лекарств, либо в том, что их вообще нет в перечне лекарств, которыми они бы хотели лечиться. Ну, конечно, здесь решает врач, естественно, доктор, который лечит данные заболевания. Льготный перечень формируется невыскитимый. Он ограничен препаратами, без которых люди не выживут. Нередко звучат, по крайней мере, в нашем учреждении замечания о том, что я могу купить фиолетовую коробочку, и мне это больше нравится. А вы мне здесь даете желтенькую, она мне не нравится. И там вот вроде и таблетки, там даже и не такие. Ну, всегда объясняем, что закупка производится на всю область, и распределение идет через Новосибирскую облфарм. Больница в данной ситуации повлиять на коробочку и на таблеточку никаким не может. Часто группа инвалидности присваивается по заболеваниям, которые не требуют лечения дорогостоящими препаратами, к примеру, последствия различных травм. Отказавшись однажды от льготы, пациенты по привычке получают единовременную выплату. Это длится до тех пор, пока ситуация со здоровьем не изменится коренным образом. Но прежде чем что-то принять, вот такое решение, пожалуйста, подумайте хорошо. Потому что зачастую бывает, что обращаются и лечащие врачи, и сами граждане вернуть назад, например, какие-то льготы по лекарству и так далее. Но уже ничего нельзя изменить. Там денег этих не хватит даже на пятую долю необходимых лекарств. Плюс ко всему, купить их в лекарства в аптеке будет невозможно. Их там просто нет. Всякие шприцы и так далее, особые там ручки. На сегодняшний день обеспечивать годным лекарствами, я считаю, очень приличное. Если там недавно импортные, то отечество всегда есть. А люди отказались, потом бегают в панике. Это же смерть, гонимая. В Аскитиме были случаи, когда жители пытались отменить ранее принятое решение, однако сделать это не удавалось даже через суд. По закону вернуть льготу, как и отказаться от нее, можно только один раз в год. Даже в случае развития онкологических заболеваний и других патологий, которые требуют очень дорогого лечения. Если такие препараты допустимы приобретением больницы, конечно, мы стараемся, выходим с прошениями, приобретаем, оказываем помощь через дневной стационар. Но это не панацея, это не ежемесячно, то есть курсы лечения длительные. Менять порядок получения льгот или оставить все как есть, в итоге решать самому льготнику. Если решили льготу вернуть, нужно успеть до 1 октября написать заявление. Оставляйте все без изменений, ничего делать не нужно.